Пять лет ямальским волонтерам-медикам исполняется в этом году. Айшат, вы основатель движения. Буквально на днях вы вернулись из Салихарда, где прошел большой слет, уже третий. Расскажите, пожалуйста, ваши впечатления. Впечатления, наверное, у меня такие волшебные, знаете, которыми хочется всем делиться. Идешь по улице, хочется рассказать, на каком душевном слете мы побывали. Но это невероятно, на самом деле. Так вдохновились, все так замотивированы, что пора приезжать в свои муниципалитеты и делиться опытом непосредственно. Я была безумно рада видеть всех тех, с кем наше общее движение стартовало. И видеть сегодня эту картину масштабную. Насколько она стала большой, такой уже крепкой семьей, на которую можно всегда положиться. И которые придут всегда на помощь не только членам своей семьи, но и всем нашим жителям региона. И за пределами тоже всегда неравнодушны и доброжелательны. Когда вы пять лет назад задумывали организовать движение волонтеров-медиков на Ямале, вы думали, что таких масштабов достигнет движение? На самом деле нет. Вы знаете, это как будто бы приятный сон. Вот я стояла на сцене и наблюдала за этими людьми с горящими сердцами, глазами, которые, знаете, готовы обучиться и первой помощи, знать все о донорстве, которые готовы профориентировать всех на медицину. Просто делиться вообще опытом, который у них непосредственно у самих внутри своими ручками образовался. И я стою и смотрю, господи, неужели я причастна к этому, ко всему. Действительно, это, знаете, такая гордость. Гордость не за себя, а гордость за людей, которые вот тогда поверили, поддержали. И мы вместе смогли это все сделать. Как так получилось, что вы организовали движение волонтеров-медиков на Ямале? Почему именно волонтеров-медиков? Это было непросто. У меня есть своя определенная история. Я была участником, вернее, тим-лидером волонтерского корпуса Всемирного фестиваля студентов и молодежи в городе Сочи в 2017 году. И на моих глазах оказали такую экстренную помощь участница из КНР, которая неудачно упала с лестниц. И когда я подбежала, ну, понять, может, моя помощь необходима, я увидела двух парней, которые с повязками волонтера-медики оказывали ей очень быстро помощь. Там они достали бинты, с ней общались, в это время звонили скорую. И я поняла, что вот эти ребята нам и нужны. И приехав домой, на тот период я жила в Салехарде, я стала работать над тем, чтобы у нас в регионе это движение появилось. Было непросто. Несколько раз приходилось всем доказывать, что это крайне необходимо в регионе, где нет вузов и СУЗов медицинских, что мы и без этого можем справиться. Но потом в нас поверили. Мы прошли ряд процедур необходимых, и после этого у нас появилось движение. Команда началась из 18 человек, а сегодня их около тысячи. Ну, это, мне кажется, результат. И ребята лучшие в стране. Ну, то есть понятно, что этот статус им придется постоянно поддерживать, усиливать и укреплять свою работу. Но то, что они лучшие, я знаю всегда. О проекте «Чемовая практика» хочу с вами поговорить. Ну, я в восторге, что человек, который занимается, да, педагогической деятельностью, да, Милана Зандукаева, автор этого проекта, настолько она вот проникла в медицину, настолько она вот болеет душой и сердцем за Ямалой, понимает, что этот проект необходим. Мы, конечно же, поддержали ее руками и ногами, потому что действительно нашему региону необходимы узкие специалисты. Действительно, мы бы хотели, чтобы у нас в регионе все получали качественную услугу по здравоохранению. И мы работаем над этим, и этот проект крайне необходим для нашего Крайнего Севера, чтобы наши люди могли на месте получать помощь, а не всегда уезжать за пределы, чтобы получить какую-то там помощь, которая здесь на сегодняшний день не так сильно развита. На ваш взгляд, могли бы вы тогда, пять лет назад, реализовать, уже тогда, реализовать подобные проекты? Или все-таки время сейчас настало вот для такого проекта, время, возможности, а вот раньше, может быть, у вас таких возможностей не было? Вы знаете, наверное, вот в 2018 году, когда я начинала работать именно с волонтерами-медиками, у меня была другая миссия, у меня была другая задача, и она такая непростая была. Мне нужно было сформировать команду, команду, которая сможет потом инициировать идеи, потом мы будем поддерживать, и потом появляться будут вот такие проекты. И моя задача была эта структура и формирование команды. Структура появилась, команда сформировалась, и потом мы в процессе, когда стали штурмить, у нас же не только чумовая практика, один из лучших проектов в стране, у нас есть еще жизнь в своих руках, это популяризация донорства костного мозга, у нас есть аптечка в Тундру, это уникальный проект, который мы презентовали на протяжении трех, и даже сейчас вот мы при возможности любой презентуем этот проект, когда мы выезжаем в Тундру и рассказываем жителям Тундры, как оказывать из подручных средств первую помощь, это крайне необходимо. То есть у нас таких, знаете, крутых изюминок и с уникальностью проектов достаточно много. Ну и хотела бы сказать, что сейчас, конечно, время новых вызовов и возможности реализовывать абсолютно уникальные истории, акцентировать внимание на специфику регионов. Раньше, мне кажется, это было немного незнакомо для многих людей и других субъектов, а сейчас вот у наших представителей, у наших волонтеров-медиков, вообще регионов в целом, есть уникальная возможность вот такие проекты, как чумовая практика, продвигать и привлекать сюда много новых специалистов. Айшат, я знаю, вы работаете в Росмолодежи, вы курируете в том числе Уральский федеральный округ, молодежную политику. Что вы можете сказать об этом регионе, именно в плане молодежной политики? Мне кажется, что ни для кого не секрет то, что объявлены результаты мониторинга эффективности молодежной политики субъектов Российской Федерации. И по итогам работы 2022 года Ямал-Ниньский автономный округ в категории до 500 тысяч молодых людей занял первое место. Мне кажется, это результат работы вообще в принципе молодежной политики. И всем известно, что волонтерство, вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность непосредственно входит в направление молодежной политики. И это тоже результат. И волонтеры-медики лучшие в стране по итогам 2022 года, и молодежная политика лучшая в стране. Мне кажется, это прорывной такой год, 2022 год. Но и в 2023 году обязательно нужно эти результаты подтвердить и дальше продвигаться, даже быть лучше, чем были в 2022 году. Я хочу сказать, что для молодежи сейчас огромные возможности предоставлены. Только вопрос, насколько человек проинформирован об этих возможностях. Если человек узнает вообще всю деятельность Росмолодежи, деятельность ведомств молодежной политики, которая реализовывается у них на местах, в субъекте, в униципалитете и так далее, человек действительно поймет, где он может быть полезен и где ему данное направление может быть полезно. Он может развиваться и в предпринимательстве, и в волонтерстве, и в экологии. Этих направлений огромное количество. Просто нужно, чтобы молодой человек, он был сам по себе активным, и он был замотивирован сам свою жизнь улучшить. Мы, как Росмолодежь, как непосредственно органы исполнительной власти в субъектах Российской Федерации, эту возможность предоставляем. Важно, чтобы молодой человек находил время просто изучить, что имеются такие возможности, и посетить, например, наше хотя бы одно мероприятие, и потом полностью включиться в процесс. Я знаю, вы много бываете на форумах, на семинарах, на конференциях. Что вы видите? Полные залы или все же один-два человека? Есть ли вот эта заинтересованность у молодых людей? Безусловно, есть. Вы знаете, мероприятия, в принципе, посвящают люди, которые проактивны, которые неравнодушны и которые хотят саморазвиваться. И, безусловно, на наших форумах, на наших семинарах и, возможно, просто тренингах, мастер-классах мы всегда видим огромную аудиторию и вот эти горящие глаза, которые хотят максимально прокачать свои скиллы. И сейчас же тут задача стоит максимально работать с той категорией молодежи, которая не задействована. Вообще, которые, в принципе, не знают информацию о том, что есть вот такие направления, надо над этим работать. То же, в принципе, возьмите волонтеров, да, они максимально стараются с презентационными встречами выходить в школы, в колледжи, в университеты, вообще в трудовые коллективы и рассказывать о возможностях. И вот это вот есть где-то условно-сарафанное радио, которое очень эффективно, кстати, в нашей стране, оно всегда было самым лучшим информационным ресурсом. И, в принципе, информационные ресурсы, которые есть, они очень сильно прокачались за период дистанционной нашей жизни, да. И вот таким вот образом мы стараемся аудиторию увеличивать, и чтобы о возможностях молодежной политики знал каждый. Я знаю, что сердцем вы всегда с нашими, с ямальскими волонтерами-медиками. Вот что пожелаете? Ну, волонтеры-медики – это вообще по огромной любви созданное, и движение, и, в принципе, вот эта команда. Я желаю им огромного здоровья. Я желаю, чтобы они находили время и для себя, и для своих родных обязательно. И становились с каждым годом лучше и лучше, чтобы каждый год для них был уникальный, для того, чтобы они могли больше оказывать добрых дел и помогать людям. Редактор субтитров А.Семкин